Хаю Гэй, с вами Шимки. Мы продолжаем проходить и кодировщик перегружен. А, все, уже не перегружен. Ремнент, проходим. Дополнение. Сабджект. 29.23. Ну, объект. Подопытный. О, подопытный. Подопытный. Как вы помните, мы с вами прошли золотые поля. Пробежали, все исследовали. Ну, возможно, кстати, если смотреть так, то, может, даже это будет длинней. ЛЦ-шка. По прохождению. Передущая у нас тоже, в основном, одна локация. Круговая. Не знаю, там баги. Я надеюсь, здесь не будет багов. Потому что здесь довольно часто, я смотрю, попадаются эти противники с сраной защитой красной. Именно охотники или как они там называются. Дервятники. Не знаю. И колдун какой-то есть. Так, ладненько. Я говорил, говорил, говорил. В прошлой серии, что проверим. На призраке, что будет, если меня заметят. А его и нету. А нет, есть. Давай проверим сначала. Но они атакуют. Хотя нас видят. А, в натуре. А, то есть. Мы с вами в другом измерении, поэтому он нас как бы не видит. Так, компьютер, компьютер. Ух, под молотамины. Короче, света нету, поэтому ничего не работает. Возможно, это яйцо. Так, ну не ломается. Не ломается. Так, я сейчас сюда могу пройти. Могу сюда зайти. Логично, что здесь тоже подачи нету. Так, открывается с другой стороны. Ага. А там как раз хрень. Которую, походу, можно войти. Пока я в безопасности, лучше, как я понимаю, исследовать все здесь. Ну, мы поняли, что нас уже будет ждать третьих Стража. Доктор Урик Харсгард. 30 сентября 1960 года. Сегодня... Отличный день. Кристаллы, связанные с ним постройки под Атолом, надежно защищены. И командир Невилл дал нам полный доступ к письменам. Эти... руны... Мне не приходилось видеть ничего подобного. Командир Невилл считает, что они... Внеземного происхождения. Но я верю, что они... Принадлежат цивилизации гораздо более древней, чем все известные нам. Сначала... Расшифровка рун давалась мне тяжело. Но, похоже, я обнаружил закономерности и теперь... Работаю над первым словарем. Другие... Этого пока не понимают. Некоторые даже заявляют, что это все выдумки. Но я вижу ясно прослеживаемую логику в расположении рун. Они рассказывают... Историю. Надеюсь, получится в грядущие месяцы разобрать что-то еще. Окей. Значит, что-то все-таки мы с вами нашли. Еще один компьютер. Так, мы нашли с вами четыре компьютера. С которыми можно взаимодействовать. Один закрытый проход. Три ходячих... Три ходячие тушки. Я не знаю, насколько они опасны. Но нужно понимать, что их... Что они здесь одни. Их много. Если они бессмертны, то это еще хуже. Посмотрите, от них можно убегать. Значит, все-таки... А, еще и предохранитель надо. Понятно. Здесь же не зря такое... Ветвистое место. Это ведь не просто так. Ладно, давайте пробовать. Смотреть. Ясно. Я, так что, вилл зеленый. Что, типа, дружелюбное. Что, типа, дружелюбное. А, да. Играет музыка. 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 Другой находится за стеночкой. В принципе если не агрить на себя. А да? А да? Три попадания. Было сделано по мне три попадания. Так. Главное его на себе не агрить. Пусть он идет по своим делам. Мы должны просто у него за спиной идти. И все. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Тринь а и все когда-то не так уж и сложно главное сразу простроить себе путь по которому будем эти я думал мы постоянно теперь будем в этом режиме оказывается просто до уничтожения яичка по хоррор элементы что тут есть чтива какая-то очередной компьютер нерабочие услышите подача энергии тут есть для ебать место здорово и так нам сюда да нужно будет прибежать нам нужно будет прибежать сюда ну что здесь только одно место и что-то двое для их-то двое и оптишь когда два призрака это уже ничего еще один компьютер закрытая дверь очередная запомнили на каждом этаже есть дверь которую можно открыть в принципе если не попадаться на глаза этому чудик мне кажется все будет нормально о том что есть я очень надеюсь только на дно бля отсюда отсюда по прямой сразу сюда и на изгиб да нет отсюда и через стеночку ну это чел убивает с двух-трех ударов есть на самом деле смысл поставить турельку есть вообще смысл поставить костюм костяной по предметам наверное снижение ближнего урона здесь лучше будет всего пробуем Играет музыка. Продолжение следует... 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 Но Костелап не какой-то летописец из племени дикарей. Он рассуждает о науке с поразительной точностью. И то, что кажется нам магией, может быть просто неизученной нами областью научного знания. Я объяснил, как подключить разум и добровольцев к камню мира, и отдал соответствующие указания. Мы начинаем эксперименты немедленно. Если Костелап действительно лишь необразованный дикарь, то довольно скоро мы это поймем. Но, если я прав, то это может изменить все наши представления о вселенной. Ну, ладно. Мы получили ключик. Так, ключ от служебного помещения в исходном блоке. Одиночный серебряный ключ с оч... Очерными буквами И, Б. А судя по всему, они закрывали этот блок постепенно. Отдел за отделом, пытаясь не дать корню выбраться наружу. Вот только от этого и не было никакого толку. Да, наверное, я думаю использовать будем дробовичок с вами. Так что у меня такое ощущение, что дробовик будет намного эффективен. Против вот этих спор. А то, что на меня изначально вот эти хрени нападают. Но, в принципе, они не так много дамажат. Поэтому их можно просто... Игнорировать, я думаю. А заметьте, когда я этого чела обронял, здоровяка... Ну, там, да? То постоянно шел какой-то разовор. А как мне туда попасть? Бля, я хочу туда попасть. Там есть... Там что-то ценно лежит. Это что-то ценное. Я хочу забрать. Может, как раз ключик от всех вот этих дверей. Серьезно? Там и сундук, и фолиан знаний. Ну, уж надо. Можно ключик. Ну, еще подача энергии сюда надо. Серьезно? Там ключ-карта. Эм... Чего, блин? Так, подожди. Ключ-карту я забрать не могу. А как туда попасть нужно? Нужен ключ. А, даже не ключ. Что-то другое. Чтобы это открыть. Да... Запоминаем, что здесь слишком много всего. Здесь уж слишком много всего. Мне еще и этот предохранитель нужно где-то найти. Из-за того, что и здесь я вижу, где можно перескакивать. Все вот это в ветве. Сложную ветвь. Скорее всего, здесь будет у нас за нами погоня, все-таки. Видите, тут слишком очень большое место, где можно... Все вот это дело делать. Паркурить, обходить, пробегать. По оружию я думаю, наверное, я все-таки поставлю... А, подожди, а я... А, подожди, а я... Он мне предохранительный. Я, наверное, все-таки возьму дробовик. Только ради уничтожения тех хреновин. Подожди, а какая дверь? Вот это дверь. Оно. Скорее всего, мне нужно снова сейчас входить в эту хрень и бежать внутрь. Ну, я говорю, сначала нужно построить маршрут, которым будем пользоваться. А потом все остальное. Отлично. А, пусть турели будет, потому что я ж не знаю. Турелями хотя бы можно отвлечь противника, немного оглушить. Дробовик... Дробовику. Что еще могу сказать? Дробовик дробовику. А, типа, с этой я не могу, понятно. Найс. Хорошо, что я сразу в этот... Не зашел. Бля... Так, яичко сразу у нас здесь. Доктор Урик Харсгард. 13 декабря 1962 года. Первые блоки столкнулись с рядом проблем. Спящий блока 2 оказался замешан в массовых самоубийствах, произошедших ранее в этом году. И теперь от блока 3 остался лишь выжженный каркас. Похоже, все эти происшествия – результат ошибочных расчетов в отношении спящих. Их разумы не смогли справиться с реальностью, с которой они столкнулись. Таково мое предположение. Ходили слухи о закрытии блоков, но записи Костелапа предупреждали о возможности подобного. Другого пути нет. Если мы хотим спасти наш мир, объединившись разумами с самим Костелапом, то эти жертвы необходимы. Все знают, что стоит на кону. Либо мы достигнем утопии, либо нам придет конец. Короче, я сейчас подумал, что в натуре эта пушка хорошая вещь. Почему? Потому что я могу зайти в этот режим, отправить здоровячка во своясье. И пока он во своясье, уничтожать эту хреновину. Ух ты шею. Так, чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Доступ разрешен. Пользоваться и выдача паров администраторов. А хром серия. Так, проверка внутренней системы. То есть системы на пройден. Так, команда адаптация. Доступ разрешен. Запустите реактор. Диагностика системы. Завершен, завершен. Что за реактор? Я пока реактор трогать не буду. Уничтожьте корневые хрени. Ваааа. Классно вы придумали. Ну я должен знать сколько их Где они Это пиздец какой-то Ну из-за того что я могу выходить в систему эту В принципе все нормально Входим, уничтожаем Заходим обратно Так, так Плохо, не плохо Плюс меня есть всегда, видите, откидывают обратно Так, ну это, кстати, уже по броне лучше Наверное, это все-таки будем одевать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нелегко было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ух! А видите, как я сделал все идеально и умно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один заряд себе оставил Еще один заряд себе даже оставил Это скорее всего, чтобы мы реактор запустили, как я понимаю А почему мне изначально урона так мало? Вот только потом накапливается Оттуда попытаться добежать оттуда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или пойти все-таки засейвиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы было три активации А подожди, он по низу ходит Мне нужно как-то так идеально сделать, чтобы я успел пробежать Мимо этих двух Пробежать мимо этих двух Добежать до того И дезинтегрировать его ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все Все, все Сделано все чисто идеальным На локации Страшненькая Возможно, кстати, проход открыл к этому Пинти плюшки О, да? Путь к Финти плюшки Путь к Финти плюшки Так, это мы открыли Хорошо А это значит путь как раз, где можно спрыгнуть и забрать то, что там было Или нет? Возможно, нужно сначала как-то уничтожить эти корни Потому что другого пути я вообще тут не вижу Так, ладно, пойти восстановиться Хотя я могу просто этот схавать Не, 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 не Мне же все равно этот нужно восстановить Какие-нибудь плюшки мои Так, броню сменить чтобы чуть быстрее двигаться дольше да уж сложного тинка сложноватое место ну как сложновато здесь главное все продумать стратегически в принципе ничего такого нету вроде бы нормально продумано нормально корни мы уничтожили поэтому а это еще что еще один был а там еще был один корень и тут еще один есть ёлы-палы это еще не все еще этот нужно уничтожить так этот вниз пойдет куда этот пойдет пока этот будет внизу ли там еще один внизу нет подождите тут которому уничтожили а тот сверху и кстати не видел пусть он до половины дойдет до сюда мы сразу заходим и бежим стоп я не понял тогда а как я его должен уничтожить он же не раскрывается ничего не понял комендантный термин он же не раскрывается может не уж только не говорите что что-то багануло я вроде бы все кроме вот этого цветка уничтожил а подожди я все уничтожил значит это другой цветок это просто он поднялся он изначально здесь же был нет он был здесь и тут еще цветок а как их уничтожать вот я что-то сделал только не понимаю что я сделал я что-то сделал только не понимаю что я сделал то что можно было уничтожить я уничтожил исследовать блок я исследую но я не понимаю что от меня хотят ну это было гениально это но я должен был попробовать а вдруг это был бы портал кто его знает я что-то запустил запустил что электричество вроде бы нигде нету все что можно было сломать я сломал предохранителей здесь вроде бы нигде нету ничего такого что я должен был сделать я запустил систему дальше что кто они кто они эти закрыты они хотя бы должны были открываться немножко но они даже не открываются все цветы я уничтожил может быть я чего-то недопонимаю ну допустим если здесь то тут видно что я должен их уничтожить остальное непонятно плюс это была комната босса потому что у нас же стенка появилась если б я это не смог уничтожить меня бы дальше не пропустили а а подожди может быть у меня там теперь проход открылась и точняк может корни поднялись хотя то хреново попробую гляну мне что-то кажется что она вряд ли там еще вон кстати есть дверь я могу теперь пойти забрать что там было а там что-то наверно цель потому что фиолетовое красное это как я понимаю на квестовые предметы если красного цвета значит тестовым 17 декабря 1962 год костелап говорит со мной и это не образные выражения он делает это не с помощью рун хотя способен на это он говорит со мной я слышу его шепот во сне просыпаюсь новыми идеями в голове они помогают мне настраивать спящих и продвигать проект раньше у меня бывали ночные прозрения но это не что иное не знаю почему мне это известно но я уверен что это он а еще я видел его просматривая записи пожара в блоке 3 мы видели как вспыхнула пламя словно его выдохнула спящий и в этом пламени пусть даже не на долю секунды я увидел его костелап не человек но я и не думаю что он таковым является он нечто другое если бы я читал его мысли все эти годы я бы подумал что это чудовище но он столь же умен и мудр как и обитатели нашего мира и даже превосходит их похоже сотрудники смотревшую эту запись вместе со мной ничего не заметили хотя мне показалось что я слышал вздох доктора шлейерных майхера неужели костелапу явился и ему возможно мне стоит поговорить с ним но как поднять эту тему юрик колечком кольцо благородства колечко благородства повышать здоровье на 10 единиц и выносливость на 10 единиц также снижает перегруз от баранина 10 единиц наша первая экспедиция в мире фаунов принесла свои плоды это кольцо было чудом по слухам она символизирует благосклонность императрицы джинны и давала ее защиту ясно херня при на тень окна я в итоге то есть все равно ни хрена не понимаю что мне хотят компьютеры заработали в ухтыш вот она что все 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 теперь я могу изучать блоки так ахом серия доступ прожить что порог нажмите любую кнопку так журналы август 961 год ой-ой-ой-ой кто-нибудь видел кетамин еще несколько дней назад было 100 миллилитров гетамина оазис и вы все все забудьте нашли кетатин у уэнса кстати уэнс уволили а все лекарства из шкафчика теперь будет выдаваться только через главу к главврача симп кино спасибо придурок вот поэтому у нас все так плохо так поведение спящего блоки 2 гастана продолжает дергаться на стуле даже после приема с си детективных препаратов шлейхер майхер обеспокоен тем что мозг спящего отвергает соединение с камнем мира может стоит увеличить 20 препаратов прошу дать рекомендацию поведение спящего кубки не удивляйтесь дозировки и препаратов хорраганс не хотел потерять четкость вид сновидение однако он предложил потушить затянуть ремни гастана доктор лим пожалуй 100 проследите за этим доктор стимкин так 7 февраля 1963 год реки недавно мне в на глаза попалась отчеты о блоке 1 так туда отправили лекарства или нет кажется у нас был шанс предотвратить ужасную трагедию не знаю говорят произошедшее в блоке 1 было последствием не депрессия а никого заражения там все запечатали даже тела даже тело тогда что они вывозили ночью несколько дней назад мне показалось что это как раз были тела хотя было темно и сейчас трудно сказать отчеты а тут еще отчеты 30 сентября 1962 год учтите что после инцидента в блоке 2 хорраганс арт изменил свое мнение дозировку из сведения необходимо увеличить для всех оставшихся спящих и немедленно 2 увеличивать число ремней запрос на антидепрессанты 29 ноября 1962 года доктор шлейхер махера попросил выдать антидепрессанты для себя и команды кто-нибудь знает нам можно такой выписывать доктор лим антидепрессанты в шкафчик охранилище доступ есть только угла врача чтобы их получить нужно разрешение от харагас агарсгарда или хотя бы войск и раков заметки блоки 1 в рамках карантина мер в блоке 1 часа дорогостоящего оборудования было взято для дезинфицирования изучение и повторного использование других блоках все остальные запечатаны вместе с блоком отдел работы с персоналом планируют повесить повесить там мир или доску в пламять о погибших коллегах пожалуйста помните не стоит распускать слухи об этом или других происшествиях в исходном блоке это непрофессионально и даже опасно мы понимаем что обслуживание трагедии неизбежно но просим воздержаться от не необоснованных высказываний и домыслов как на этом так или на другом терминале благодарим за понимание и поддержку в этом деликатном вопросе доктор хагард завершено все все отлично то есть мыть значит мы с вами теперь можем все-таки смотреть на компьютеры читать компьютеры это очень хорошо потому что у нас много компьютеров было на этом этаже по идее у нас было два компьютера 323 не вспомню значит мы подачу этому дали электричество так вот еще один компьютер или то не компьютер интересно что там и пупи 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 подожди это все подобное типы мертвые или их пронзили до или после может они типа своим маниммерки типа сошли с катушек и появилась хрень не знаю а доводы 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 так этот компьютер просмотрели так еще где-то здесь был компьютер где-то 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 так получить доступ открыть храничи лекарств журнал седация наблюдателя 12 июня 1961 года аргар и хлеймахер говорит что подключение катрин и камни мира может препятствовать ее сознанию они просят меня изучать возможно принудительные седации как но как в таком случае записывать наблюдение может передать изображение сновидений попрошу доктора дима изучить этот вопрос это докторская было препаратах который усиливает четкость наведения этому это может быть ключом к решению проблем 4 июля 1961 год мне заставили работать в день независимости то что хагард помешался на этих спящих еще куда не шло но шлейхер махер и большинство остальных туда же стоило догадаться что секретные военные проект означает секретное наплевательство на право работников по крайней мере мне платят переработку хранилище лекарств похоже один из сотрудников свое свободное время использовал гетамин вместо наркотика теперь весь доступ к хранилище лекарства только через меня отлично что ж коллеги вот так и зарождается бюрократием ремни гостома 18 сентября 1962 года спящий блок 2 проявлять незначительные признаки пробуждения небольшие движения конечностей это в общем нормальная реакция несколько насколько мы можем оценивать нормальность при подобном эксперименте но некоторые из команды и хотят увеличить дозу с седативных препаратов ага арта величие дозировку не одобрил вместо этого дал указание потуже затянуть ремни гастона и они совсем понимаю зачем вообще нужные ремни хагар боится что гастон начнет ходить по во сне эти депрессанта для войск хопа доктор лим запросил эти депрессанта для команды команды катрин я поговорил с себастьяном он проводит интер интервью с некоторыми сотрудниками и знает их психологическое состояние лучше чем кто-либо себастьян дал мне свое разрешение но не прошло и десяти минут как моей офис пришел хагард и попросил не выписывать никаких лекарств по его словам он боится что препараты могут негативно повлиять на способности работников блока-1 сосредотачиваться хотя и убедил его что это не произойдет по крайней мере с учетом дозировки которые я планирую назначить я даже не знаю что доктор хагард было в курсе запроса он же умный человек не представляет что он может быть против такого указание доктор харга для блока 1 8 февраля 1963 учитывая смерть брайнера и карантина шлейхермайхера я просто не могу не оставить эту запись особенно после того как перечитал предыдущим попросил хагарда позволят не изучить его оставшийся после инцидента блоки 1 моему удивлению он отказался и потребовал запечатать все блоки чтобы свести к нулю возможно заражение это правильное решение я подчинился но этим утром и получили несколько тел со строгим приказом хранить мешки с закрытыми и замороженными нам сказали что это трупы солдаты и что любая информация них не официально я посмотрел их имена и и ранги таких людей не существует когда откуда взялись эти трупы мне недостаточно доказательств для официального отчета и учитывая влияние хагарда на верхушку я бы составлять такой отчет но мне беспокоит сколько всего он может знать о происшедшем в первых трех блоках или даже спланировать возможно я пишу это лишь для того чтобы заглушить совесть не знаем выход диагностика системы открыть хранилище разблокировка завершена все отлично у него только что хапочка появилась как я прямо это вот это да и открыл хранилище так это у нас последний до компьютер нет вот еще есть это вот еще есть или подожди или стоп и это другой компьютер так журнал 18 марта 1961 пользователь доктор маргус шлейхмахер на заставляя дублировать записи заноси их в эти электронные коробки и даже смешно а что если отключить электричество разве это компьютера смогут поддерживать целостность данных дальше чем апрель 19 доктор маргус шлейхмахер а ты типа пароль их не да как они за шифровые ошибка переноса вкуса 361 так пользователь доктор маргус шлейхмахер похоже новую процедуру принесли первые плоды у спящего блоки 3 наблюдается повышенная температура тела и активность ствола головного мозга что указывает на возможную связь с прошу прощения мне не здоровится поэтому я настоящий момент не трудно сосредоточиться на работе какой бы мановой грибщащий она не казалось сегодня во время наблюдения за катрин я уснул и мне снился кошмары пожары фантастические чудовища крики проклятых я проснулся в холодном поту с рвущейся из груди сердцем как ни странно но именно в этом жутком состоянии и узнал кое-что поистину кошмаров наяву граница внутри берлина закрыты а ведь там моя семья они надеялись одни надеялись со дня на день перебраться в западную германию и если повезет даже добраться до нашего блока а теперь к коммунисты строят стены стены черт их побери они что так боятся собственные идеологии что лишает нас возможности поставить ее под сомнение лишает права выбора я оплакив свой народ мне казалось что подобное зло должно было кинуть в лету вместе с гитлером но как видно она неотвратимо злой исходит не от одного вождя она кроется в каждом из нас выжидая подходящий момента чтобы вырваться наружу люди это одновременно и лекарства и чума наш собственный кошмар возможно война была недостаточно разрушительным возможно вымирание человечества это единственное решение способное принести мир ох прошу прощения как я уже сказал мне не здоровится я должен вернуться к работе иначе мрачные мысли сведут внизу вам так 4 октября тысячи 62 год прошло больше года я был так поглощен экспериментами что забыл дальше записать или это проклятые коробки их вообще кто-нибудь читает такое ощущение что я отправляю сообщение в пустоту но приказы даются для того чтобы их исполнять я протокол отмечу что каких-либо серьезных изменений у катрин не наблюдается хотя наши методы сбора данных составляет некоторые простор для предвзятости кошмара не прекращается и волной меланхолии захлестнула всю исследовательскую группу что будто весь мир олег хочу охвачен огнем и мы чувствуем его жар даже здесь война разозлилась в вьетнаме африке и на кубе советское влияние чувствуется даже в этой стране бранер кстати говоря много раз предсказывал нашу неумолимую гибель от ядерной войны и даже задавался вопросом не стала бы она лучшим способом положить конец огонь и нашего мира у меня же нет ни смелости не и желание спорить желание спорить все мы пострадали от трагедии произошедшие в локе 2 мы до сих пор не знаем всех подробностей но судя по всему спящий по имени гастон уничтожил оборудование стоимости в миллиарды долларов миллионы убил двух солдат и несколько хорошо ученых а затем выстрелил себе в глаз никто не говорил подробности или бодрствовал ли он и осознавали свои действия в тот момент мне не позволяет даже взглянуть на записи спящего блок закрыт до тех пор пока не будет проведен официальное расследование но я должен знать не ушли как гостон увидел тоже что и я неужели он заглянул в бездну быть может он видел как человечество разлагается и пришел к выводу что с ним пора покончить мы живем в мрачное время интересно как долго сейчас протянет человеческий рот так ну вроде бы все до читает журналы чувачок читают я читаю так теперь я могу зайти в этот блок так рюкзак ключ карта исходного блока ключ карта блока пятого уровня доступа выглядит потрепана на есть все еще работает стоп мы тут не были о нет так мы на первом этаже давайте сразу тогда с компьютерами разберемся если не тут есть замечу что предохранитель у нас нету поэтому я туда не смогу зайти посмотреть прочесть что там так а мне еще она здесь принципе у нас только питанием было и все да ладно то есть мы только запитали одно место серьезно мы запитали электричеством лишь одно место да уж да 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 так земное происхождение рунного не вызов сомнений но даже это случаем они принадлежат привязку более древним и чем все известно человеческая цивилизация не умеет как элементы египетской эры иероглифов так и в крапление элманский клинописей и даже шумерские логограмм это просто легенческое чудо подтверждающие что эти языки не было изолятором и происходит от одного источника про мирового языка а значит расшифровка рун лишь вопрос времени это также означает что автор этих рун древний и развита для своего времени цивилизация нам не удалось определить дату создания самих конструкций однако я подозреваю что их им десятки а может и сотни тысяч лет это противоречит всему что нам известно нужно продолжить исследование доктор урик хаггарсгар короче говоря мы можем отсюда запитать эту хрень да короче говоря у нас еще здесь питание нету давайте уже , это все место тогда и будем заканчивать это портал выглядит как портал так на мне принципе все в полной комплекции на что тогда значит здесь досмотрим здесь одна комнатушка кажется дела плохие здесь проходов никуда здесь один чудик но здесь можно запутаться пойди так мы отсюда пришли 9 февраля 1963 год вы больше мне не удается по фрис шлейхмахером по крайней мере не так как мне хотелось бы это просто так он просто тронулся рассудком но касталана он явно видел записи почившего доктора браннера немного проснили произошедшего блоке 1 хотя к спящей не были должным образом подключены какому-либо и стражи гостелап или нечто подобное попытались заговорить с учеными через спящего их разума не смогли совладать таким воздействием и это привело к развитию серьезной формы нигилистического бреда а затем и к множеству смертей почему нам на меня это не повоздействовало возможно потому что я прочел уроны я вел мир касталапа и образ того каким мог бы стать наш мир либо я не сошел не сошел с ума по той же причине по которой лишь я один могу расшифровать ироны конец всего сущего это равенство вечный покой среди пепла эти слова были в последние запись от доктора брайнера с точки зрения экзистенциональный конец всего является злом ведь согласно теории дарвина именно выжившие является основной целью такое понимание и ствело его с ума но я воспринял эти слова совершенно по-другому эти инцидент проясняет как минимум одну вещь когда мы достигаем цели со спящим когда мы наконец можно поговорить с гостелапом те кто с ними заговорить должен быть и я и только я курик курик еще один спуск а подожди от походу один и тот же спуск просто это ближний с другой стороны если я пойду сюда я тогда встречусь лицом для этих двое не проще будет натуре добежать сюда и спуститься сюда вниз серьезно ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа надо понимать просто что эти существа тоже смогут повлазить бля там три сраных гнезда а Мне не обязательно видеть и сразу все уничтожать. То есть я могу все это делать постепенно. Так, все, осталось одно гнездо. Субтитры сделал DimaTorzok Было три прохода. Нефига, я думал это типа я просто яйца уничтожила, чтобы что-то снова открыть. Плэнс, ну они сюда. Ну да, ууу, нихера у меня два очка. Или пусть лежат. Хотя, сейчас оно, если вдруг... Может что-то другое прокачать? Еще у Фаллиан знаний. пыль и пыль и пыль и предохранитель мне бы предохранитель мне кажется если помню перезарядка было бы не прокачано это было вообще бы шопа а прикиньте мне отсюда придется бежать самый наверх до этого ну до того о с предохранителя тут есть то предохранитель исходного блока очень старину исправный на вид предохранитель кто-то нацарапал нужные слова джерри что прожил нажмите любую кнопку журнал 24 июня 68 год судя по отсутствию ответа я предполагаю что этот компьютер используется для ведения записи они для передачи сообщений это прискорбно а вот я вот уже три дня не могу ни с кем связаться так что считаю нужно написать свой собственный отчет я была в отряде послана нижний уровень для уничтожения вражеских сил мы столкнулись серьезным сопротивлением были вынуждены отступить во время отхода я оказался отрезан от сослуживцев и был вынужден укрыться здесь сожалению двери больше не открывается я в ловушке тут много еды так что дома продержусь я полагаю что меня найдут после того как остается остановится вторжение до тех я буду здесь продолжать попытки открыть дверь а прислушиваясь к любому шорху и оставаться в состоянии боевой готовности рядовой торрес конец связи 28 июня если честно я не уверен в точности указаний даты с момента последней зависти я спал пять раз но у меня нет возможности узнать сколько им именно времени прошло за дверью не слышно ни звука больше час времени я стараюсь поддерживать себя в боевой форме и изучать место в котором оказался похоже здесь смешанные препараты для спящих за шкафом я нашел брошенный предохранитель на вид он вполне рабочим возможно именно из-за него его дверь не открывается но монеток и не удалось найти щиток в которого можно было бы вставить буду продолжать поиски полагаю больше сообщений мне нечего сейчас я в безопасности это меня радует но все же я надеюсь что скоро меня найдут поскорей бы поговорить с кем-нибудь 2 июля или 3 июля я потерял еще дня простите я уверен что бодрствую дольше чем обычно вера то есть при дольше и кто знает сегодня я слышал снаружи шум вой и стрельбу я колотил по двери кричал изо всех сил но никто так и не пришел затем раздался крики а потом уступила тишина дома я все еще безопасности но могу застрять здесь на большой срок чем предполагалось но ходе спустя понятия не имею сколько времени уже прошло она набирает этот текст чтобы хоть чем-то занять себе за мной такая никто не пришел за двери тихо двери жире считает что она они о нас забыли а можно все это просто мертвы корни стали расти быстрее я не вижу как это происходит но точно уверен что они останутся больше я немного страшные к не приближаться у меня еще осталось еда и жире это уже что-то по крайней мере я не один подождем уже был один кто такой джерри скучно кажется я начинаю сходить с ума нам все труднее придумать как коротать время мы играли в охоту на мусор слова ваш слова в шарады в прятки джерри играть нечестно его вообще никак не найти я даже научил джерри барабанной партии из песни айкин сифры в милс но после 30 раза песня приелась жире считать что нам стоит закончить какой-нибудь препарат закинулся каким-нибудь препаратом а я ему сказал что он спятил кто знает как они на нас подействуют снаружи доносятся новые звуки рык скрежет возможно даже речь но я так и не смог разобрать ни слова кто-то скребется в двери я колотил по ней изнутри кричал почему вы и нет черт возьми лишь бы открылась даже если мне потом придется прорваться с боем но кто бы там ни был он ушел это было 7 периодов сна назад черта может все еще это мне привиделось я скачай по другим людям научные опыты сегодня смотрел на корней мне показалось что под ними что-то светится поэтому я взял скальпель и сделал разрез не очень глубоким они долго кричали я не удивлен и стен мне тоже слышались крики и жерри опять побеждает перестал считать после 40 периодов сна или после 60 неважно сегодня начну и принимать препараты для начала кто-нибудь попроще вроде коктейль гастана или как там его называли в прошлом записях ясность на звучит словно например применяла какой-то газ отчеты коктейль гастана так вся при тысяча шестьдесят второй год а доктор симкин полагает что инцидент с гастом как минимуме отношения с медикаментами который получил спящий прежде чем подключить других подопытных нужно протестировать несколько различных составов следуя умение объекты гала галантами для предела не нарушай при этом ясности сна пожалуйста перекомендуйте доктор хаггерса пристановить все эксперименты со спящим до момента пока мы не определим оптимальную формулу также я хочу в очередной раз заметить что не стал известен мне стал известен код реактора войс хапа на этот раз он был написан на потолке прямо до моей рабочей станции кто-то должен сделать ему замечание на это счет случилась проверка безопасности мы все лишились бы доступа спасибо безопасности реактора несколько недель назад мы с войском поговорили из тех пор мне не попадались на глаза его коды либо он нанял внял моим советом и запомнил наконец это чертова пароля в чем я сомневаюсь либо просто спрятал его в своих кабинете но если его поймать и уволят то это будет исключительно его вина заражение блоке 1 февраль 1963 год после дальнейшее изучение проблемы блока 1 и я считаю что уровнями медитида и аксиана были не стабилизированы это привело к образованию электрических полей входящие далеко за пределы нормы дотар хаггард согласился что перед повторным подключение блока 4 требуется определенно оптимить оптимальный баланс при этом он нет он также попросил меня выяснить что потребовалось для увеличения поля уверяла что им движение исключительно научные интересы любая пред придуманы мной смесь никогда не будет проверяться на подобных но зачем тогда вообще заниматься подобными исследованиям у нас есть комитет по этике с которым мы это можно обсудить требуется помощь рядовой бренджи мир торрент на связи я оказался забир внутри медицинской лаборатории на внешних этажах исходного блока если кто-нибудь считает это пожалуйста немедленно отправьте помощь так подожди значит где-то должен быть код на потолке до разве весь потолок здесь не черного цвета вроде бы тут все эти вроде бы все черного цвета надо рабочим местом блин сейчас бежать получается в подвал смотреть на втором этаже рабочие места где-то значит должно быть код еще как бы то ни было надо попытаться найти этот код предохранители мы нашли это радует да слушайте телепортация противника в другой измерении так классная вещь особенно в этом дополнение я не знаю если у меня не было этой хрени я кажется бы здесь мучился мне кажется я бы здесь мучился долго и нудно какие то хрени цифры где цифры я думаю меня просто забоите ли сейчас либо как почему двери эти все еще закрыты я же открыл их а подожди туда смысла нет уйти а давайте сделаем таким образом если блять или все-таки сбегать посмотреть может вдруг на еду все-таки у нас здесь не так много было компьютеров мне кажется тоже давно все заросло это и хренью блесень но если она нормально царапана она должна быть все равно остаться видным теме кажется на вряд ли так ну а здесь был компьютер здесь я короче кода нету у него есть еще был кабинет кабинету у кого каждый рассчитать запись к столу я нахожу у них что-то нибудь новое про мне кажется что уроны меняет хоть меняется хотя фотографии доказывают обратное меняется лишь только глупость и невежество а мое осмысление развитости автор рун интригует у меня он пишет так будто его народ бессмертен сначала я воспринимал это бессмертие в духовном смысле как нечто подобное концептации жизни на небесах или индийские нирваны но история которой он рассказывает в вовсе не об ушедших духах он аваритаре реальных существах живущих мирскую жизнью жизнью лишены невзгод и забот это настоящая утопия но что если значение этого слова следует понимать буквально что если надо рука стала по те кто нашел способ придать его слова через барьеры между мирами нашу нашел способ избавиться от самой смерти даже сейчас записываете сроки я понимаю как невероятно это звучит но не стоит он игнорировать самую важность подобного в таком случае мир косты лапа может существиться и сейчас и даже сейчас косты лап может быть еще жив он пришел он пишет о мире о котором мы его народ не войти ведь путем у них прерождает могущественные стражи и древние годы половина наш мир запечатан похожим образом ведь к стола прислал лишь руды они прибыл лично но что если запечатание его слов следует понимать буквально так так в таком случае мир косты лапа может осуществить и сейчас и даже сам по столу вам может быть еще жив он пишет ну да не привод лично но что если мы сможем добраться до него что если мы сможем поговорить с самим к стола по доктор урик хагарал короче ладно понятно валим на поверхность совы предохранитель и прямая запитается энергия такая для меня все еще остается непонятным зачем здесь паркур элементы может это просто так сделано типа смотрите какое масштабное место то тут 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 так я на системы подожди защитная дверь мы откроем позже начала еще поняться на второй этаж посмотреть что там за записи были тут 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 так журнал 22 июня 1668 год ситуация наружу ухудшается генерал попросил моей помощи в борьбе с зараженным заражением что же хорошо дошла с образцового для экспериментов по смещению я провел несколько тестов на мелких осколках кристаллов пытаясь безопасно их уничтожить я уверен что агрессивные гармонические колебания способны не только разрушить кристалл но и нарушить связь между торсионным и дирака овскими из пенорами ликвидируя тем самым мост энштейна разы на внешнее давление означает что на подготовку полевых испытаний осталось куда меньше времени чем мы бы это хотели глупцы между результатом что же кое-какие результаты и им покажу исходной блок практически захвачен он может стать идеальным местом для моего испытания какие бы не оказались результат он даст массу новой информации доктора ли это апоскалипсис 26 июня получилось частоты гармонические колебания позволяет сформировать и гравитационной сингулярность что привело к эффекту разрушения к кристаллу так и большой части окружающие его объектов к сожалению предстоит еще раз следует поработать прежде чем пытаться уничтожить другие кристаллы если применить этот подход к другим блоком генерал конечно же будет жаловаться на ущерб и возможно гибель людей однако все эти потери не имеют значения отчаянные времена как говорится а это значит что любые человеческие жертвы будут оправданы если нам удастся сдержать заражение нет настоящая причина по которой мы не можем продолжать заключается в том что появилась на месте кристалла и положить что это кристалла 1 1 полица на мелкие осколки либо полностью испариться но вышло иначе в центре сингулярности где прежде располагался кристалл 1 образовался то что я считал стабильностью и возможно действительно крутой народ к сожалению мне не удалось поближе рассмотреть ее сразу после испытаний за возможных опасностей мне потребуется время чтобы использовать природу этой аномалии и выяснить какие опасности она может представлять и пока это работает не будет завершена я не хочу спешить с уничтожением остальных кристаллов чтобы не усугубить ситуацию сейчас продуктивной всего будет работать в лаборатории нужно лишь понять природу спас способы применения кристалла чтобы вернуться к вопросу уничтожения так сказать во всеоружие тому же мои исследования могут оказаться полезными для других целей сколько всего нужно узнать как бы я хотел свою собственную копию в помощники доктор лето поставили касс так ну что принципе все мы прошли как я понимаю мы можем теперь открыть хранилище и узнать что внутри да это проход видите так давайте посмотрю примерно сколько времени я прошел уже но в принципе у пацанчика вышла смотрите у нас с вами вышла серия на час 30 чем-то пацанчика видео это вышло знаете насколько на на 30 минут 30 30 35 минут то есть нам с вами еще игры два часа если смотреть по длительности на его видео по его видео но вы поняли да короче говоря еще серии может быть три будет три меньше может два еще две серии ну да если смотри что мы исследуем сам на сто процентов возможно так она есть такая как прямая попасть сюда только могу через использовав крисаль чудо используя крисал забежать так надо что-то взять на превьюшку давай тебя возьму например как-то вот так возьму hop аккуратненько мудрость талант открыт так вместе 4 очка будет скоро 5 мудрость урон от стихий так можно получить за уничтожение последнего сердца корня исходного блока а то есть я мог его и не получить подобные 29 с 3 проявляет большую сильную связь со своим стражем чем любой другой спящий даже реагирует на и некомфортность для него температурной комнаты короче фри я бы мудрость не получил если бы не уничтожил все корешки ну что отправимся или уже следующей серии айла поехали а я не такой я не такой интригант не надо нам интригичные чтобы вы ждали следующую серию чтобы узнать что же там потому что большинство все равно до этого не досмотрят в основном до сюда никто уже не досмотрит если на самом деле ничего не лутать типа не читать опроса бежать вперед то может быть мы довольно быстро бы это сделали но видите я изучаю плюс места все которые есть если есть лорные записки все такое тоже это читая плюс собираю секретные места там замочки херочки талант получили который возможно мало у кого есть потому что если чуваки просто рашат логично ты ты откуда здесь будь осторожнее тень преследует тебя так ну камешек он лежит она ведь подожди а это же у нас все еще дополнение да с этим с пустыней здесь уже есть до новые враги и кстати новый целый биом классный так но лута по сути на с вами нету кстати чё я не прокачиваю чё я не прокачиваю колдунство так материал я хотел глянуть что у меня так подождите переношь можно колечко сменить в принципе оружие сменить так рюкзачок материалы на мне принципе материалов только ничего нет ладно тогда просто на этом закончу поэтому всем спасибо за просмотр расслабить и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока